Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Устраивайтесь поудобнее и будем говорить о парфюмерии. Сегодня будем с вами обсуждать праздничные ароматы. Мне захотелось подготовить для вас подборку вот именно для каких-то особенных случаев, для новогодних праздников, для рождественских праздников. Поэтому, если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной. Признайтесь честно, вы уже готовитесь к Новому году? Уже заказали подарочек, парфюмерный подарок на Новый год? Вот. Обустраивайте квартиру, наряжайте елки. Я еще пока нет, но настроение, честно вам скажу, уже такое предновогоднее. Видите, сегодня я даже подключила фонарики для атмосферы. Елку мы обычно наряжаем накануне Нового года. Вот такая у нас традиция. Я заранее не ставлю елку там за две, за три недели. Что касается декора, я тоже люблю все очень так сдержанно. Мне не нравится как-то обклеивать квартиру. Поэтому я всегда все оставляю вот на последнюю неделю. Но что я делаю? Я, конечно же, потихонечку навожу порядки в шкафу. Я люблю, чтобы перед Новым годом и в голове был порядок, и в шкафах. И если давно что-то собиралось выкинуть или от чего-то избавиться, я обязательно это делаю. Мне еще очень важно помыть окна. Не знаю, позволит ли в этом году погода, потому что у нас похолодало в Петербурге. Люблю, чтобы шторы были чистые. Ну, то есть потихонечку я, конечно, дела делаю. Напишите, какие у вас важные пунктики, вот что вы должны сделать перед Новым годом, что для вас вот обязательно. Ну и, конечно, я уже потихоньку начинаю думать о парфюмерном подарке. Вернее, я уже, можно даже сказать, придумала, но еще не заказала Дед Морозом. Видео о том, какие ароматы я заказала в качестве подарка, будут вот буквально в ближайшее время. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Что касается наведения порядков и расхламления, парфюмерию это, кстати, тоже коснулось. Я буквально недавно выставила несколько ароматов на продажу, какие-то уже даже продались. Обязательно в инфобоксе под этим видео я тоже размещу ароматы, которые я на сегодняшний день продаю. Поэтому, если вас что-то интересует, можете сразу смело писать мне на почту, либо в Телеграм. Такие мои приготовления к Новому году, таким образом я как бы готовлю себя к какому-то новому, наверное, этапу. Но это на самом деле все у нас в головах, правильно? Сам праздник, конечно, прекрасный. Я очень люблю Новый год, мне нравится атмосфера, мне даже кажется, что и люди становятся добрее как-то вокруг. Согласны со мной? Ну что, давайте не будем долго затягивать наше с вами вступление. Еще обсудим в комментариях наше приготовление к Новому году. А сейчас все-таки поговорим о парфюмерии, и сегодня я для вас подготовила подборку праздничных ароматов. Эти ароматы у меня ассоциируются с праздником, мне кажется, они идеально подходят для какого-то новогоднего торжества, для рождественских праздников. Это яркие ароматы, это атмосферные ароматы, это те ароматы, на которые вы получите комплименты, если будете в них. Я выбрала из своего гардероба топ-5 парфюмов, ну может быть топ-6, топ-5, плюс-минус, да, как всегда. И первый аромат, с которого я хочу начать, и который действительно у меня ассоциируется с праздником, он в принципе у многих, я думаю, ассоциируется с брызгами шампанского, с каким-то торжеством, или с каким-то предновогодним таким настроением, а может быть даже и с новогодним настроением. У меня, я вам уже говорила о том, что у меня нет таких четких ассоциаций, что это шампанское, фрукты, но то, что этот аромат для меня особенный, и то, что он абсолютно для меня атмосферный, и я очень люблю его носить вот такое прохладное время года, это аромат от Dior Dolce Vita. Я его храню всегда вот в этой коробочке, мне напоминает вот эта коробочка, вообще сам аромат 90-х, ну потому что аромат, собственно говоря, у нас из 90-х, и как будто бы это, знаете, мамины духи, мамин парфюм. Хотя на самом деле у меня у мамы не было никогда этого аромата, этот парфюм не в ее вкусе, но зато этот аромат в моем вкусе. Для меня это теплый, пряный, сладкий, очень приятный аромат, в котором мне нравится нотка абрикоса, я ее очень хорошо ощущаю, и у меня даже, знаете, немножко перекликается с ароматом от Amoage Sunshine, вот эта абрикосовая нотка, мне кажется, вот есть какая-то схожесть. Ну, если честно, мне всегда очень сложно описывать этот аромат, потому что тогда, когда он у меня был, когда я с ним впервые познакомилась, а это было много-много лет тому назад, я не разбирала, я думаю, как многие из вас, ароматы на ноты, и у нас были просто какие-то ассоциации, какие-то эмоции по поводу того или иного запаха. Так вот, с этим ароматом у меня связаны очень теплые воспоминания, он вообще, в принципе, когда я его ношу, он как будто бы согревает меня каким-то ароматом, ну, можно уже даже сказать из прошлого, но я не считаю этот аромат каким-то несовременным, мне наоборот, кажется, что он очень уникальный на сегодняшний день, очень узнаваемый, и вот эта вот нота корицы, древесные нотки, они перекликаются с фруктовыми акцентами, и все это вместе звучит прекрасно, очень приятно. Кардамон в этом аромате придает изюминку и остринку, или знаете, такую, наверное, не остринку, а пряность, скорее всего, и я всегда думала, почему у меня ассоциация, как будто бы я слышу здесь табачные ноты, ведь табак здесь не заявлен, но у меня действительно кажется, как будто бы вот где-то какая-то вот, а это, скорее всего, специя и пряность, которая дает мне немножко вот такое настроение. В целом аромат, я даже сейчас вот слушаю его, и у меня уже поднимается настроение, мне кажется, он какой-то действительно вот для особых случаев. Я поэтому стараюсь его не использовать на каждый день, я берегу его для каких-то действительно мероприятий, для того, чтобы заякорить этот аромат. И у меня вот каждый раз, когда я его наношу, какое-то праздничное настроение, такие ароматы тоже должны быть, которые поднимают нам настроение, которые, когда вы куда-то собираетесь в гости или, ну не знаю, куда-нибудь на праздник, вы наносите и чувствуете себя как-то по-особенному. Dolce Vita Dior это действительно идеальный вариант для праздничного парфюма, но я думаю, что вы со мной не поспорите, начиная вот от этого флакона и заканчивая, посмотрите, какой он красивый. Я просто не налюбуюсь, вот знаете, вот не налюбуюсь. Кому-то даже это напоминает новогодний шарик, елочную игрушку, ну вот что-то такое, может быть, действительно в нем есть. Во время новогодних каникул мы часто ходим друг к другу в гости, мы посещаем какие-то места, какие-то праздничные атмосферы, всегда витают в воздухе, вот именно в этот период зимний, да, конец декабря, начало января. И вы знаете, если я пойду кому-нибудь в гости, ну я наверняка пойду кому-нибудь в гости, ну или если мы соберемся куда-то в ресторан или на какое-то еще мероприятие, то я обязательно надену аромат от Killian Woman in Gold. Вы знаете, я думала, что я буду этот парфюм носить чуть ли не каждый день, но на самом деле нет, у меня не тянется к нему каждый день рука. У меня, кстати, вот в таком формате, видите, у меня сколько тут еще запасных колбочек, вот в такой коробочке у меня был аромат, кстати, прекрасный вариант для подарка. Я этот аромат покупала, набор этот покупала на сайте Rendezvous, я обязательно оставлю ссылку не только на него, не только на этот парфюм, но и на все ароматы, о которых сегодня пойдет речь. В инфобоксе, как всегда, будут для вас тайм-коды, ссылки и не забывайте про мой промокод, если вы что-то будете покупать в магазине Rendezvous.ru, промокод 10 Павлова позволит сэкономить вам 10%. Сейчас на сайте проходит предновогодняя распродажа, очень много интересных предложений, не только среди парфюмерии, но и косметики. Классные подарочные какие-то наборы можно тоже подобрать, не забывайте про аромабоксы. В общем, желаю вам приятных покупок. Woman & Gold от Killian. Потрясающий аромат, но, как я уже сказала, для меня не аромат на каждый день. Вы знаете, он довольно-таки праздничный парфюм. Это аромат 2017 года, автором его является Келис Бейкер. Прекрасное цитрусовое начало, а в сердце аромат начинает загустевать. Вот эта вот очень яркая ваниль, которая присутствует здесь и в раскрытии, и в базе аромата, она как будто бы кремовая, она как будто бы обволакивает вас. Да, чувствуется, что в аромате цветочный блок тоже присутствует, но в ванили здесь больше. И ваниль здесь, повторюсь, такая вот густая, такая сливочная, такая аппетитная. У него потрясающая стойкость. Я этот аромат люблю наносить вечером, потому что в первой половине дня вот он для меня, ну какой-то вот очень уж атмосферный. Несмотря на то, что я люблю сладкие ароматы, я люблю ванильные ароматы. Но вот здесь, ну так все прям вот плотненько, плотненько для меня, поэтому это прекрасный вариант для каких-то праздников, для каких-то, повторюсь, походов в гости. Отличный парфюм, особенно сейчас, когда прохладно, наносите на шарфик, наносите на волосы, приходите кому-то в гости, и все, комплимент вам обеспечен. Еще один гурманский красавчик, это аромат, можно я вам с коробочкой покажу, потому что мне очень нравится коробочка от этого парфюма, и я храню этот аромат вот именно так. Мне нравится цвет, мне нравится вот изображение этой девушки. Это аромат от Ксержо, Италика, я думаю, что многие из вас уже догадались, посмотрите, какой тоже красивый, такой насыщенного цвета флакон Италика. Но скажите мне, когда носить этот аромат, если не сейчас, если не в новогодние праздники, когда вот этот миндаль молочный, лактонный, еще придется вот так по душе? Я знаю, что многие любят этот аромат летом, но мне нравится, как он сейчас звучит. Он очень классно раскрывается, вот именно на этом контрасте, когда из холода в тепло. Аромат начинает разогреваться, у него на старте есть шафран, и многие его слышат, и кому-то он даже мешает. Но, вы знаете, мне кажется, без шафрана здесь бы было совсем все очень скучно, и, наверное, было бы чересчур сладко. Ириски. Конечно, ириски здесь тоже играют не последнюю роль. Это молочная ириска, которую вы очень хорошо... Ее невозможно не заметить. То есть, в принципе, этот аромат построен на сочетании нот миндаля и ириски. Кажется, даже есть такие ириски, знаете, с орешками. Вот пахнет это примерно так. Этот аромат, почему мне кажется, что он идеально подходит для вот этих праздничных дней и праздничного настроения, он тоже очень комплиментарный. Он нравится людям. Мы в эти праздники будем часто встречаться со своими друзьями, родственниками. И всегда приятно, когда тебе делают комплименты, когда просто людям вокруг тебя тоже очень приятно обонять с тебя какой-либо аромат. Прекрасный парфюм. На мне он очень хорошо держится. Но, вы знаете, я не скажу, что это один из любимых ароматов от Ксержо, но сейчас вот под настроение мне очень в нем комфортно. Мне нравится его носить вот именно в снежную погоду. Мне кажется, он меня тогда не утомляет, он наоборот как-то вот идеально все сочетается. Прекрасный аромат и оформление, конечно, не могу налюбоваться. Следующий аромат безусловный фаворит среди всех моих зимних парфюмов, потому что это аромат от Нишане Они. Я думаю, что многие знакомы с этим парфюмом. Знаете, что мне в нем нравится? Одного пшика достаточно, и этот аромат будет с вами на протяжении, нет, не одного дня, а нескольких дней. Какой же это потрясающий красивый аромат! Как он раскрывается! Он густой, он шлейфовый, он комплиментарный. Он очень вкусный, сладенький. Здесь для меня вот все идеально. Здесь и цитрусовая составляющая, которая в начале, вот в самом начале, на старте, да, в сочетании с имбирем, в сочетании с кардамоном, вот этот бергамот, цитрусы, такие они прям яркие. И потом аромат начинает теплеть. Появляется древесина, появляются смолы. Здесь заявлена черная смородина, но я ее не слышу, если честно. У меня вообще с черной смородиной все очень плохо. Если она не пахнет лотками, я ее не чувствую, не ощущаю. Вот листики от черной смородины я хорошо могу различить в парфюмерии. А вот что касается самой ягодки, ну может быть вот эта сладость, вот эта фруктовость здесь тоже присутствует вот в сердце аромата. И это и есть та самая смородина. Аромат, который, мне кажется, не оставит равнодушным никого. Единственное, что он сладкий, да. И те люди, которые, может быть, не любят сладкие ароматы, для которых это такая вот смолисто-сладкая тематика не близка, вот, наверное, вам, скорее всего, не понравится. Но все равно он очень необычный. Даже для тех, кто любит сладкие ароматы, он, понимаете, здесь сочетается и пряность, имбирь. То есть вот аромат играет. Он играет, он многогранный. И если вы его слушаете вот так, в шлейфе вы его можете даже не узнать. Мне кажется, он еще слаще стал. Вот я его сейчас слушаю. Мне так хочется его нанести, но просто я сегодня в другом аромате. Это получится уже немножко неправильно. Вечером, наверное, его нанесу. Я рекомендую вам, если вы еще не знакомы, обязательно познакомьтесь. Вы знаете, если вы его наносите на шарфик, это вообще просто. Это просто что-то с чем-то. Вы знаете, я не планировала включать аромат от Ивсалоран Блокопиум. Это классическая версия. Но когда я его послушала, я улетела в своих воспоминаниях в какой-то далекий, наверное, 2018, может быть, даже год, а может быть, даже 2017 год, когда этот аромат заикорился у меня с новогодними праздниками, с празднованием Нового года. Сколько я тогда на него получила комплиментов. Сколько приятных слов. Меня спрашивали, чем-то пахнет. Детям очень нравится этот аромат. И я помню, все каникулы новогодние я была в этом парфюме, поэтому каждый раз теперь, когда я его слушаю, у меня он ассоциируется с зимой, с зимними праздниками, с новогодними каникулами. Я думаю, что многие знакомы с этим парфюмом. Если даже у вас нет классической версии, наверняка вы слушали фланкеры этого аромата. Их множество. Я, кстати, очень хочу себе версию Экстрим. По-моему, Экстрим. Ну, где непрозрачное такое окошечко. О чем для меня этот аромат? Конечно, этот аромат не про натуральный кофе. Но сочетание фруктовых нот, цветочных нот и кофейных создает некую атмосферу. Да, это сладкий аромат. Да, это сладко-люксовый парфюм, где я чувствую, как будто бы кофе три в одном. Вот кофе с молоком. И причем, знаете, как будто бы вы уже выбили это кофе, и у вас на дне кружки осталось, оно немножко так подсохло, и пахнет так сладенько, пахнет так сливочно. Хороший аромат. Вот хороший аромат. Если вы вдруг ищете что-то такое сладкое, может быть, не среди нишевых ароматов, что-то среди люкса, то я вам рекомендую. Вот 30-ка у меня такой небольшой формат. Сейчас на рандеву тоже есть эти ароматы. Если не флагман, так фланкеры любые. Они, в принципе, между собой все похожи, плюс-минус. То есть там они где-то больше фруктовости, где-то больше кофе. Но мне нравится все. Мне нравится и оформление, как вот оформлен аромат, сам флакончик вот этот, все так стильно. И нравится все-таки он еще... Когда, вот знаете, когда его было много, от каждого второго пахло этим ароматом, он уже поднадоел. А сейчас, я так смотрю, люди уже про него подзабыли. Сейчас много других фаворитов. Поэтому вот аромат Black Copium от Eves Elloran. Следующий аромат моей жемчужины от венецианского купца. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь, потому что этот аромат я ставила напоследок не просто так. Да, я тоже его включаю в эту подборку. Знаете почему? Потому что праздничных ароматов у нас много. Топ-5 я вам показала прекрасных, ярких, шлейфовых, сладеньких, нарядных ароматов. Но будут у нас и дни, когда мы будем находиться просто дома в кругу своей семьи. И вот такой аромат, как мои жемчужины от венецианского купца, тоже должен быть. Вы знаете, как он приятно пахнет. Это для меня уходовый парфюм с нежным, кремовым, фиалковым подтоном. Здесь присутствует и нота белых цветов, и в принципе аромат звучит очень нежно. Для меня это очень женственный аромат. Я вам уже неоднократно про него рассказывала. Но я обязательно, если я буду находиться дома... Знаете, вот мы планируем, допустим, продолжить просмотр Гарри Поттера с детьми. Или просто захочется какие-то дни отдохнуть и никуда не выходить. Или будем принимать гостей. Да, я обязательно нанесу вот этот аромат. Потому что он настолько приятный. После него остается ощущение, как будто бы вы нанесли какой-то очень хороший крем для рук. Вот эта отдушка так пахнет приятно. И в то же время пахнет очень женственно. Как-то нежно, знаете. Я вот заметила, что такого рода ароматы, если я слышу их со стороны, мне всегда хочется поближе как-то к человеку быть. Да, потому что это пахнет, наверное, уходово. Пахнет как-то чистотой. Но чистотой не порошковой. А все, что касается вот в сторону лосьонов для тела, крем. Вот такая вот история. Кому-то он, кстати, пахнет кремом Невея. Ну, нет, у меня нет таких ассоциаций. Но что он кремово звучит, я соглашусь. Красивый флакон жемчужный. Мои жемчужины. От венецианского купца. Вот такая вот у нас с вами получилась праздничная подборка. Давайте встретимся в комментариях. Обязательно напишите, какие ароматы вы подготовили для праздника, для предстоящих праздников. Будет очень интересно почитать. А я буду с вами прощаться. Напоминаю вам, что если вам понравилось видео, не забывайте поставить пальчик вверх. Это некая поддержка от вас. Не забывайте подписываться на канал. Я оставляю ссылки на свой телеграм-канал. Приходите, у нас там тоже очень уютно и тепло. Ну, а на сегодня это все. Я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго, мирного. И мы скоро увидимся. Пока-пока.